Путин представил новые разработки российского ядерного оружия. Нас никто не слушал. В послании Федеральному собранию президент остановился подробно не только на традиционных вопросах экономической и социальной сферы. Большое внимание он уделил новым видам вооружений, призванным стать защитой от действий стран Запада. Президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Только на втором часу выступлений он представил новейшие разработки российского оборонно-промышленного комплекса. Одной из самых ярких премьер стал гиперзвуковый авиационный комплекс, который получил название «Кинжал». Система прошла испытания в конце 2017 года и поставлена на вооружение. Важным стало создание высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса, также не имеющего мировых аналогов, испытания успешно завершены. И более того, с 1 декабря прошлого года комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа, тире сказал Путин. Он отметил, что Россия в последние годы напряженно работала над перспективными стратегическими вооружениями. «Это позволило нам сделать стремительный большой шаг в создании новых отраслей стратегического оружия», тире пояснил глава государства. Он подчеркнул, что такие действия стали ответом на вызов со стороны США. «Одной сторон, а именно США, наращивается количество противоракет, улучшаются их качественные характеристики, создаются новые позиционные районы, что, в конечном итоге, если мы ничего не будем делать, приведет к полному обесценению российского ядерного потенциала», – отметил Путин. «Ядерное оружие». Президент также заявил, что российские специалисты по вооружениям разработали малогабаритную сверхмощную ядерную энергоустановку, которая может быть помещена в крылатую ракету, что обеспечит ей практически неограниченную дальность полета и неуязвимость для противоракетной и противовоздушной обороны. Мы начали разработку таких новых видов стратегического оружия, которые вообще не используют баллистические траектории полета при движении к цели, а значит и системы ПРО в борьбе с ними бесполезны и просто бессмысленны. Одно из них – тирай создание малогабаритной сверхмощной ядерной энергетической установки, которая размещается в корпусе крылатой ракеты типа нашей новейшей ракеты Х-101 воздушного базирования или американского «Тамагавка», «но при этом обеспечивает в десятки раз большую дальность полета, которая является практически неограниченной», – сказал Путин. «Любое применение ядерного оружия против России или ее союзников будет считаться ядерным нападением, ответ на это будет мгновенным», – предупредил Путин. Россия оставляет за собой право использовать ядерное оружие только в ответ на применение против нее же или ее союзников ядерного или другого оружия массового поражения. Или в случае агрессии против нас с применением обычного вооружения, когда под угрозу поставлено самосуществование государства. «Считаю своим долгом заявить следующее – любое применение ядерного оружия против России или ее союзников малой, средней да какой угодной мощности мы будем рассматривать как ядерные нападения на нашу страну. Ответ будет мгновенным, и со всеми вытекающими последствиями», – отметил президент. «До создания ядерного оружия никто из зарубежных партнеров не хотел по существу разговаривать с Россией, им стоит послушать сейчас», – уверен Путин. «Для чего мы все это делаем, для чего мы это говорим? Мы не делали никакой тайны из наших планов, а говорились об этом открытое для того, чтобы прежде всего побудить наших партнеров к переговорам». «Повторяю, это был 2004 год. Тоже удивительно, но, несмотря на все проблемы, с которыми мы сталкивались в экономике, в финансах, в оборонной промышленности, в армии – все-таки Россия оставалась и остается крупнейшей ядерной державой». «Не забывайте, с нами никто по существу не хотел разговаривать. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас», – отметил Путин. Ракеты и подводные беспилотники «В ходе выступления президента с посланием Федеральному собранию на экранах был продемонстрирован запуск МБР – Сармат. Такое в рамках послания произошло впервые. У «Воеводы» тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета, дальность полета-11000КМ, у новой системы ограничений по дальности практически нет», – отметил президент после демонстрации модели полета «Сармата». Он обратил внимание, что «Сармат» способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс. «Сармат – очень грозное оружие. В силу его характеристик никакие, даже перспективные системы ПРО, ему не помеха», – сказал президент России. «В России создан подводный беспилотник для очень больших глубин и межконтинентальных расстояний, который может передвигаться со скоростью, кратно превышающие сегодняшние показатели всех кораблей. «Это просто фантастика», – заявил президент. «Могу сказать, что в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на большой глубине, на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающую скорость подводных лодок, торпедов всех видов даже самых скоростных надводных кораблей, – это просто фантастика», – сказал Путин. «Название для новой российской крылатой ракеты и подводную систему с ядерной энергоустановкой пока не выбраны, их можно предложить на сайтах Минобороны», – добавил он. «Условные наименования для этих двух новых видов стратегического оружия России – крылатые ракеты глобальной дальности и беспилотного подводного аппарата – пока не выбраны. Ждем предложений на сайтах Министерства обороны», – сказал Путин. «Оборонные расходы. Как сообщил журналист и министр финансов Антон Силуанов, увеличение расходов на оборону в связи с принятием новых систем оружия напланируется». «Арматы», «Сарматы» и «Цирконы», «Какого приоритета госпрограммы вооружения до 2027 года», – президент недавно утвердил госпрограмму вооружений. «Все то, что сегодня было показано – это было сделано за счет тех ресурсов, которые выделялись в предыдущие годы. Поэтому с учетом утвержденной программы вооружений на предстоящие годы будут реализовываться и новые задачи, о которых говорил президент. «Расходы на оборону не будут увеличены по сравнению с программой вооружений, которую утвердил президент», – отметил министр, цитата Патас. При этом сумму расходов на разработку нового оружия он не уточнил. Продолжение следует...